Привет, друзья! Сегодня я хочу с вами порассуждать про то, какую, наверное, такую революцию сможет искусственный интеллект, такой как ChatGPT, сделать в одной интересной HR-функции, известной как Knowledge Management, то есть управление знаниями. Если мы говорим про управление знаниями, у них есть, в принципе, три такие базовые функции. Это захват знаний, то есть их сохранение в каком-то виде, потом их структурирование, их хранение, и потом их распространение. То есть идея Knowledge Management в том, чтобы все знания, которые нужны для эффективной работы в компании, они приобретались постоянно, как, в общем-то, внутри, так и снаружи компании, чтобы они сохранялись, чтобы, когда сотрудник, ну, или сотрудники уходят из компании, эти знания не уходили вместе с ними, и чтобы эти знания тем, кому они нужны в работе, были доступны тогда, когда они нужны. И для Knowledge Management есть очень много инструментов. Самые популярные, наверное, всевозможные корпоративные вики наподобие Confluence, где каждое подразделение, сотрудники фиксируют свои какие-то проекты, политики, историю встреч, митинг-ноутс и, в общем-то, другие знания. И второй очень такой популярный инструмент – это Knowledge Sharing. Это мероприятия, в которых приходят там одни сотрудники, обладающие знаниями, приходят другие сотрудники, которым что-то интересно, и вот они обмениваются. То есть первый – это через инструментарий, второй – это через живое общение. И таким образом компания поддерживает баланс знаний и использование знаний в компании. Теперь давайте с вами представим одну интересную ситуацию. Вот давайте возьмем компанию, которой, к примеру, 10 лет. И в этой компании, ну я пусть это будет искусственный интеллект, буду называть, есть некий искусственный интеллект, который, вот теперь внимание, читает всю корпоративную переписку все 10 лет. То есть любой имейл, отправленный в компании, автоматически проходит через этот искусственный интеллект, и искусственный интеллект обучается на этих письмах. Искусственный интеллект имеет доступ ко всем документам и, в общем-то, файлам сотрудников компании, поэтому, когда какой-нибудь сотрудник что-либо создает, у искусственного интеллекта есть к этому доступ, и искусственный интеллект этому обучается. Это не все. Следите за мыслью. Искусственный интеллект имеет доступ ко всем мессенджерам. Ну, пусть, например, компания использует один мессенджер Slack или Microsoft Teams. И, соответственно, искусственный интеллект читает всю переписку. И это не все. Теперь самое интересное. Во всех кабинетах компании, ну, там, где это приемлемо, стоят микрофоны. Когда люди говорят, их речь оцифровывается и тоже идет на обучение искусственного интеллекта. И вот представьте, за 10 лет искусственный интеллект накопил знания о всех переписках, всех документах в файлах, всех чатах и всех разговорах в компании, всех собраниях в компании и так далее. И у компании есть этот инструмент, когда можно в любой момент спросить, а как лучше нам решить эту задачу? Искусственный интеллект может сказать, когда-то, 5 лет назад была похожа задача и вот она была решена вот таким образом. Или, например, а кто у нас знает вот эту вот историю? И искусственный интеллект говорит, что вот есть сотрудник у него, он разрабатывал такой документ и он может подсказать, что это значит. То есть это такой корпоративный всезнайка, который может ответить на любой вопрос про деятельность компании за любой период. И если пойти дальше, можно его обучить синтезировать всевозможные данные, чтобы он, например, спустя какое-то время сказал, вы знаете, ребята, я вот за вами наблюдаю 10 лет и на самом деле вы повторяете одну и ту же ошибку. Вот если вы вот здесь попробуете сделать по-другому, то у вас точно все будет хорошо. Например, когда-то такая-то компания, такой кейс вот так вот решила, я вот подумал, что и вам это тоже может подойти, поэтому рассмотрите вот такой вариант. Я уже не говорю про то, что если такой искусственный интеллект получит доступ к хорошим источникам внешних данных, например, интернет, в принципе, то есть все то, что доступно публично, включая социальные сети сотрудников. То есть корпоративный искусственный интеллект может своевременно говорить. Знаете, мне кажется, этот сотрудник, он собирается уходить, потому что вот то, как он пишет, это точно так же, как когда-то там 3 года назад другой сотрудник делал такие же действия и такие же слова использовал, да. То есть мы здесь не говорим про какой-то шпионаж или влезание в личную жизнь, вот. Но действительно сотрудникам придется чуть больше думать о том, о чем мы говорим на работе, о чем мы не говорим, понимая, что где-то там нескусственный интеллект сможет об этом просигнализировать. Сейчас это может звучать немножко, как говорят, крипово, да, то есть страшненько, типа, ну блин, корпоративный этот искусственный интеллект будет нам мешать жить. Но с другой стороны и компьютеры, которые сильно изменили нашу жизнь, и интернет, и мобильные телефоны тоже могли раньше пугать своими возможностями, да, вот своими какими-то рисками. Поэтому я не думаю, что мы не научимся с этим жить, но просто я думаю о том, что какой-то будет крутой инструмент. По сути, сегодня, сейчас, прямо вот сейчас, все есть для того, чтобы реализовать этот функционал. То есть подключить искусственный интеллект ко всем источникам данных, это очень легко. Вот, там расставить несколько микрофонов в ключевых переговорках и кабинетах сотрудников, подключить туда voice-to-text или speech-to-text сервисы, да, и, в общем, начинать обучать искусственный интеллект. При текущих его возможностях и при текущем уровне его общения он уже может быть суперполезен и может отвечать на вопросы. Да, он пока не может давать подсказки, но он этому не научен и пока этот функционал не реализован. Но я думаю, что и это скоро, то есть так проактивно, да, и это скоро тоже будет возможно. Вот, ну, либо можно ему запрограммировать, давай подсказки на основании всей собранной информации, там, каждый день в таких-то направлениях. Короче, очень прикольная штука, это будет революция в области knowledge management, конечно же, в области обучения, да, например, вот сотрудник один увольняется, на его место берут другого сотрудника и говорят, слушай корпоративный искусственный интеллект, разработай программу обучения нового сотрудника и передай ему все самые важные знания от прошлого сотрудника, да, и этот искусственный интеллект говорит, окей, я считаю, что от прошлого сотрудника тебе нужно знать вот эти вот вещи, давай тебя будем обучать вот такими блоками информации, да. Тут может подключиться сервис по, это называется такой, видео-аватар, то есть искусственный интеллект может с нами говорить не просто текстом, да, а он может генерировать текст, другой сервис будет этот текст озвучивать и визуализировать в виде какого-то лица, то есть это может быть даже такое, как вот персональное взаимодействие. И если пойти чуть дальше, когда, например, тот же Илон Маск своих вот этих вот киборгов доделает, да, это может быть прям такой человекоподобный робот, который приходит и с тобой общается и вообще вот создает ощущение живого общения и с эмоциями, и с обратной связью, ну то есть есть такое ощущение, что, то есть грубо говоря, как это может быть, да, приходит на работу новый сотрудник, ему назначают наставника в виде ходящего за ним робота, который подсказывает, рассказывает, ну почему робота, все это можно сделать в компьютере, но просто с роботом это для человека, ну более привычно, более интересно, вот, и имитирует общение с живым человеком, вот. То есть вот такие, то есть корпоративное обучение, управление знаниями, это то, что может очень сильно претерпеть изменения уже, наверное, к концу этого года. Вот, поэтому, что бы я хотел сказать, очень полезно вот так вот в голове рассуждать про возможный сценарий использования искусственного интеллекта и быть к этому готовыми для того, чтобы когда будут уже появляться инструменты подобные, подобные решения, чтобы вы были одни из первых, кто начнет это использовать, потому что искусственный интеллект это такой, знаете, стероид, который вот, кто первый к нему получит доступ, будет других опережать. Представьте себе олимпийских спортсменов, один из которых получил доступ к стероидам и нету пока еще там тестов, комитетов, которые бы запрещали их использовать. Понятно, что на стероидах любой там спортсмен, он будет в полтора раза быстрее, выносливее, сильнее, эффективнее, чем все остальные. В бизнесе то же самое, искусственный интеллект такие стероиды, которые, кто первых начнет использовать, просто побежит быстрее всех остальных. Вот такие вот мысли про искусственный интеллект. Продолжаем мониторить, продолжаем удивляться, готовимся использовать и готовимся к изменениям в нашей работе. Вот уже есть хорошие мысли, что искусственный интеллект позволит нам работать наконец-то 4 дня в неделю, хотя мне кажется, что и 3 может быть. Вот, поэтому я не думаю, что это плохо, я думаю, что это будет круто, так как когда-то всевозможные станки автоматические позволили нам не работать на заводе у станка, на конвейере очень интенсивно или там шахта. То есть весь сложный труд у человека забирается, оставляет ему более интеллектуальный, за более короткий промежуток времени, более интересный труд. Вот поэтому вот что нас ждет. На этом все, спасибо за внимание, оставляйте комментарии под видео, делитесь и приходите к нам на обучение. Мы сейчас во все наши курсы, там где-то уместно, там где мы, возможно, добавляем инструмент искусственного интеллекта или показываем, как с помощью чат GPT можно решать те или иные задачи. На этом все, спасибо, пока.